Поки с лососем – традиционное летнее блюдо в меню ресторана в паназиатской кухне. В его основу входит лосось в соусе поки, украшенный красной икрой. Шефы подают его на подушке из черного риса и водоросли чука. Здесь каждый компонент укладывается в тарелку самостоятельно. И только после подачи ингредиенты смешиваются друг с другом. Это идеальный вариант для легкого ланча или ужина, говорит бренд-шеф Максим Акимов. Если мы говорим про сезонное меню, это первое место. Это первое место, абсолютный хит. Ну, в принципе, это и ожидаемо, потому что все любят поки, все хотят поки. Поки сейчас – это одно из самых востребованных блюд в паназиатской кухне. Максим Акимов – один из тех, кто занимается разработкой основного и сезонного меню ресторанов. В паназиатской кухне к этому подходят особенно тщательно. Говорят, важно поддерживать идеальный баланс вкусов и легкость блюд. Это супы, обязательно холодные супы, 100%. Это легкое горячее блюдо, например, это используются легкие маринады, которые усиливают вкус. И гарнировка не должна быть сложной, неутяжеленной. То есть не нужно добавлять какой-то, не знаю, картофель, что-то тяжелое. Нужно вот легкое. Лис салата, например, да, он хорошо дополняет что-то. Предпочитают заменить мясные блюда на что-то менее калорийное и представители армянской кухни. Так особой популярностью пользуется национальное блюдо «Спас». Это уникальный суп, который подают в летнее время, чтобы освежиться, и в горячем виде зимой, чтобы согреться. Готовят блюда из мацони с добавлением перловки, яйца, муки, обжаренного лука и зелени. На приготовление этого яства уходит не больше 20 минут. Кроме того, блюдо считается лечебным. Если вы выбрали вариант подавать «Спас» горячим, можно добавить сразу зелень и подавать к столу. Если вы хотите, чтобы «Спас» был более легким летним вариантом, нужно подождать, пока остынет. Зелень добавлять только при подаче, и можно добавить пару веточек мяты. В профессии повара Рудольф Григорян уже 8 лет. По его словам, обновление сезонного меню необходимо. В первую очередь это психология. Человек не будет идти в одно и то же место, где изо дня в день, месяц к месяцу, каждый год готовят одно и то же. Человек всегда привык пробовать что-то новое, что-то интересное. Это позволяет удержать уже костей, которые постоянно ходят, и привлечь новых костей. О том, что питаться летом, нужно правильно, говорят и медики. Врачи советуют потреблять больше овощей и меньше жирной рыбы и мяса. Не стоит забывать о фруктах, которые обогащают организм витаминами и выводят из него холестерин. Вне зависимости от того, что аппетит в летнее время снижается за счет повышенной температуры, придерживаться принципов рационального питания необходимо. В противном случае такой отказ от пищи может привести к различным заболеваниям. Например, нарушением пищеварительной системы и кровообращения. Снижение количества потребляемой еды приводит также к минеральному дефициту и гиповитаминозу. На обед можно есть холодные овощные супы, а завтрак и ужин насытить нежирными сортами мяса. Например, курицей или индейкой. Не менее важен и питьевой режим. В сутки врачи рекомендуют выпивать не менее двух литров воды. Также хорошо утоляют жажду травяные чаи без добавления сахара.